В чем разница между отелями категории 4 звезды в Турции и такими же отелями в Египте? Рассказывает Алла Глыва, агентство горящих путевок Турбар Лаунж, город Киев, город Борисполь. Наверное, коллеги, которые смотрят мои последние эфиры, думают, что, о чем она говорит вообще, в том плане, что какие-то такие странные риторические вопросы я поднимаю, но это самые задаваемые вопросы, которые я слышу. У меня прошлые эфиры были о том же, и эти эфиры я сделала действительно как запись-ответ для клиентов, которые часто спрашивают, в чем вообще разница. Так вот, разница есть, как я люблю говорить, и между 4 звезды, и 4 звезды даже в одной стране. И это понятно очень часто не только в ценовой политике. Если брать в общем, вот что я хотела разделить и донести 4 звезды в Египте и в Турции, это то, что в Турции 4 звезды очень редко бывают с большими территориями. Это, наверное, первая разница, а в Египте их гораздо больше. Точно так же в Египте гораздо больше 4 звезд, которые находятся на первой линии, чем в Турции. По крайней мере, из тех, что продаются у нас всегда на рынках, по контракту, вот то, что выпадает в системе. Это вот самые такие глобальные варианты. Если мы будем разбирать разницу по еде, ну тут все-таки, наверное, есть, правда, разница и в 4 и 4. И, как я говорила, в трехзвездочных отелях та же история касается и 4 звезд, и 5 звезд. Это то, что у вас может быть на обед или на ужин 10 видов салатов, где-то это 20, у вас может быть 3 вида фруктов, где-то это может быть 10. Вот основная разница точно так же по рыбе, по мясу, абсолютно по всему сегменту. То есть в количестве? Да, в выборе, в выборе, потому что часто звучит, что не, ну так там же тоже all-inclusive. Но all-inclusive в итоге бывает разный. Дальше, если мы будем сравнивать, вот идет сравнительная характеристика, если мы будем сравнивать по алкоголю, ну я бы сказала, что это плюс-минус идентично все-таки будет и в Египте, и в Турции. Там местное, там местное. Ничего импортного вы не найдете. Вот, в любом случае вот так. Будет еще разница в том, что вам предлагает ваша 4-звездочная гостиница, потому что в Турции, допустим, как правило, если уже есть в наличии в 4-х звездах сауна, там хамам или еще что-то, частенько это включено. В 4-х звездах в Египте, это вы вот сами эти услуги встретите намного реже, но если встретите, они как раз будут чаще за дополнительную плату. Если мы говорим еще из списка, вот в обязательном порядке, что, кстати, иногда, правда, спрашивают туристы, там, допустим, тот же тренажерный зал, в Египте это будет все на порядок проще, в Турции все-таки, ну вот где-то более современно, из того даже, что я видела в 4-х звездах по тренажерному залу, но, опять-таки, вот ставить акцент на то, что вы приедете и вот качественно, там, прям вот на классных тренажерах займете, займетесь тем, чем вы там привыкли заниматься, если вы это делаете дома, не получится. Это основное. Что я еще не сказала про 4 звезды, про разницу? Что бы ты еще спросила, что бы тебя интересовало? Фух, даже не знаю. А ценовой политики? Где дороже дешевле 4 звезды? Ценовая политика, очень классный вопрос, ценовая политика зависит именно от того, в какие даты вы едете, от сезона, и это, как всегда, логично. Если вы едете, допустим, весной, однозначно в Турции будет дешевле, в Египте будет дороже. Давай лето с тобой возьмем, потому что, в принципе, по климату, плюс-минус-то как раз летом и получается одинаково. В Турции температура и в Египте температура. Летом однозначно за одни и те же деньги будет лучше 4 звезды в Египте. В Египте это будет гостиница, как правило, четверка. В Хургаде очень много 4-звездочных отелей, которые на берегу. Летом можно ехать в Хургаду, нам не нужны горы, которые защищают от ветра. То есть, в принципе, семейный отдых, Хургада с песочком часто тоже выбирают, достаточно часто. И здесь много больше 4-звездочных отелей на пляже. Это уже первый плюс, потому что в Шарме, там, если 4 звезды на берегу, они, как правило, все-таки идут стоимость эконом пятерки. Поэтому, если мы говорим вот просто про среднестатистические четверки, то по территории, по месту расположения, это однозначно и по цене будет лучше Египет. За те же деньги, если вы сравните вот в Египте хорошенькую четверку, это будет среднестатистическое 4, экономы, это вот здание, бассейн, бар, ресторан, возможно, бар на пляже, если это через дорогу, возможно, нет. Вряд ли там будут еще какие-то а-ля карты, анимация тоже будет. Но в зависимости точно так же все-таки от даты, на которую мы смотрим, и что есть в данном отеле. Поэтому, если сравнивать 4 звезды, ну, сейчас скажу странную вещь, но, наверное, я бы склонилась к Египту. То есть ты бы даже выбрала хорошую четверку в Египте, а не плохую пятерку на первой линии в Турции? Ну, плохую пятерку сейчас имею в виду, что не будет отель соответствовать прям категории 5 звезд, все-таки больше там набор услуг будет на четверочку похож. Вот что бы ты из этого выбирала? Смотря, зачем бы я ехала, но мы же сейчас в эфире сравним 4 и 4. Поэтому, если сравнивать 4 звезды, летом я бы ехала в Египет однозначно. Ну, а дальше, ну, никуда мы не денемся от системы цен и дат, и опыта людей, к которым вы приходите за покупкой тура. Я очень часто говорю все время об этом и повторяюсь в эфирах, потому что я понимаю, что один человек не может просмотреть все мои эфиры, но когда поступают ваши звоночки, уважаемые клиенты, очень часто вот действительно заостренно есть какие-то вопросы, которые мне очень хочется все-таки проговорить, и чтобы вы услышали эти ответы. Да, ну и давай, наверное, тогда еще маленький такой плюсик в пользу Египта летом поставим. Да, все-таки жара лучше будет переноситься в Египте, потому что климат сухой, а в Турции климат влажный, и вам будет тяжелее. Поэтому, если вы все-таки с детьми, выбирайте в летний период, куда вам поехать, в отель 4 звезды, в Египет или в Турцию, выбирайте Египет, будет намного комфортнее. С вами были мы, я и Алла Глыва, агентство горящих путевок Турбар. Обращайтесь, покупайте, выбирайте ваше самое лучшее путешествие, будьте с нами, никуда не расходитесь.